Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, условно говоря, покупая лампочку в магазине с надписью «Энергосберегающая», ну, подобным тем, что сейчас лежат на столе, я действительно экономлю электроэнергию. Да, в 5-6 раз экономия, но исключительно по свету, потому что есть еще бытовые приборы, есть холодильники, утюги, микроволновые печи, которые, ну, в общем-то, не всегда являются энергосберегающими, особенно старые модели. Но, в принципе, по свету экономия идет в 5-6 раз, ну, то есть, если посчитать в общем и в целом по всей квартире, то экономия будет в 2-3 раза. Причем здесь актуальность вопросов состоит еще в том, что у нас сейчас есть очень много производителей энергосберегающих ламп, в том числе ноу-нейм китайские производители, про которых мы все слышали и знаем. И они занимают, к сожалению, у нас 20% рынка, и такие лампочки, лампочки некачественных производителей, они вряд ли помогут что-либо сэкономить. Совсем недавно журнал «Спрос», наверное, знаете такой журнал, это журнал Российской конфедерации потребителей, проводил тестирование 8 самых известных марок энергосберегающих ламп, и, в общем-то, результаты были, ну, вот по нашей марке результаты нас порадовали. По марке «Эра» результаты были, ну, прямо скажем, впечатляющие, потому что, допустим, и по световому потоку, и по длительности использования ламп 4,5 года, это официальные итоги проведенных тестов. Тестирование проводилось таким образом, то есть на 30 секунд в течение каждых 4 минут, полтора месяца включали и выключали лампочки, то есть свыше 10 тысяч включений каждая из лампочек выдержала. Ну, понятно, то есть, в общем-то, цикличное тестирование вы прошли, и во многом здесь это как раз говорит лишний раз о качестве. Да, и по световому потоку, по световому потоку тоже лампочки выдержали все испытания, но из 8 известных торговых марок на российском рынке, 3-4 марки эти испытания прошли не очень успешно. Что уж говорить о китайских товарах, которые, ну, в общем-то, лампочка, прямо скажем, вот как вы думаете, сколько стоит энергосберегающая лампочка в рознице? Рублей 230. Ну, чуть-чуть поменьше, это, скажем так, высокий ценовой сегмент, у нас 2-3 производителя, ну, с мировым именем работают в этом высоком ценовом сегменте. На самом деле, 150 рублей – это средняя цена энергосберегающей лампочки, и поэтому, когда у нас производители, в том числе некоторые российские производители, наверное, уже заявляли, что на полке лампочка может стоить 50-70 рублей. Ну, мы подождем, мы подождем, все зависит, да, все-таки от качества, да, мы, понятно, берем лампочку чуть дороже, рассчитывая на то, что ее ресурсная база достаточно высокая, энергоемкость и эффективность ее также будет отвечать той стоимости вот в 200 рублей, о которых мы сказали выше. Ну, вообще, эра лампового производства во многом эволюционировала именно на наших глазах. Являетесь ли вы преемниками традиционной какой-то системы лампового производства, или вы прям целиком под ключ сделали новое предприятие, которое теперь выпускает вот такие высокоскологичные лампочки? Нет, разумеется, мы выпускаем полную линейку товаров электроботового назначения, то есть это и сетевые фильтры, это и фонари, и энергосберегающие лампочки, в том числе. В том числе и светодиодные лампы, это завтрашний век, завтрашний день, вернее, нашего лампового производства. Ну, вот цитата, к завтрашнему веку, светодиодные лампы, правильно я понимаю? Да, это светодиодные лампы, абсолютно. Она выглядит приблизительно вот так, дорогие друзья, не знаю, насколько это сейчас видно, но в любом случае она достаточно интересна по своему производству, по дизайну прежде всего. Она ярка, вот показываю. Она интересна по экономии энергии. Вот расскажите, да, вот как правило, не все красиво и сильно экономит деньги. 3 ватта энергии она потребляет и дает света, как 60-ваттная лампочка накаливания. То есть 3 из 60, это экономия, сами посчитаем, в 20 раз. Ну, то есть в любом случае. В 10-20 раз экономия именно по электроэнергии, по потреблению электроэнергии. Ну, то есть достаточно конкурентоспособный, с хорошим дизайном, вписывается, очевидно, в высокотехнологичный интерьер в случае необходимости. О долях рынка вы тут уместно заговорили. Вообще конкурентность, конкурентная среда, ну вот помимо китайских производителей, насколько высока. Вообще вот как потребитель приходит в магазин и прежде всего смотрит на цену и на производителя. У вас какой производитель написан на коробке? У нас эра. Эра Россия, да. Эра Россия, да. Разумеется, можно доверять как мировым производителям с уже устоявшимся именем на рынке, так и нашим российским товарам, которые находятся в среднем ценовом сегменте и в самом высоком сегменте по части качества. То есть спрос удовлетворяете по мере возможностей и по мере того включения, которое происходит в вашей компании? Вы знаете, насколько растет рынок энергосберегающих ламп в России? Каждый год на 20-25%. Ну, само собой, модернизация не стоит на месте. Прерываемся. Продолжим, дорогие друзья, наш высокотехнологичный разговор посредством видеоматериала от моих коллег и службы информации. В России, в частности, не так давно состоялась выставка энергосберегающих технологий. На ней как раз были представлены различного рода девайсы и средства, которые помогают во многом сэкономить наши деньги посредством меньшего количества затрат энергии и уплаты в последующем за нее. Смотрим, после чего возвращаемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. Традиционным разрезанием красной ленты на юго-востоке столицы была открыта пятая конференция по энергосбережению в городском хозяйстве. В Государственном университете управления собрались десятки представителей крупных компаний по производству уникальных установок и приборов экономии топлива. Это стало традиционным и на протяжении вот уже пяти лет. Вопросы, которые на этой выставке мы с вами можем увидеть в практическом исполнении, они достаточно разнообразно представлены в лице тех участников, которые здесь вы видите. И мы бы хотели их поблагодарить. А эти серьезные мужчины-химики. На пятой выставке они представили метод получения жидкого и газообразного топлива из растительных отходов. Промышленный эксперимент, поставленный ими, шокировал многих. Из болотных водорослей они получили масло, которое добавляют в дизельное.